Здравствуйте, на 101 FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня сегодня прекрасная Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телеканала «Рын Киров». Елена, добрый день. Спасибо, Юр. Здравствуйте, все. Да, здравствуйте. Ну, Лен, говорим мы с тобой, как правило, в основном о политике. Да, микрофон чуть-чуть поближе. Поэтому давай начнем с одной из любимых наших тем, с выборов губернатора Кировской области, губернаторская кампания. Она идет, ты это заметила. Слушай, ты как сказала, как будто мы каждые полгода выбираем губернатора. У меня уже тоже такое чувство сложилось. А ты знаешь, в последнее время, ну хорошо, не каждые полгода, но крайний раз мы не очень давно выбирали губернатора. Поэтому есть ощущение, что она перманентная. Что, что эта тема, да, всегда. Нет, ну, собственно говоря, кампания-то идет с момента появления, собственно говоря, в Рио, да, в регионе. Она как-то одномоментно с ним началась, эта кампания. И вполне естественно, что она и продолжается. Ну, вот, какой толстой формы я не вижу. И я думаю, что это связано, ну, это вот такое очень личное мое ощущение, такое психическое, эмоциональное, конечно, да. Вот, что это связано каким-то образом с посадками вот этих вот вокруг, да, ты чувствуешь, как попадают в ПФО, прям, они как в морской бой играют. То есть, просто попал, не попал, да. Вот, с посадкой Муртского губернатора или кто он президент, наверное, республики. А, там глава республики, ну, и, собственно, в республике Коми в соседней примерно такая же ситуация. В республике Коми ситуация не такая же. Его сначала сняли, а потом... Я сейчас объясню про Муртского. На самом деле, то, что их там снимают, Васильеву, например, да, или там, любому в Рио на его месте, это бы не грозило. Ну, хотя бы потому, что человек еще даже в должность не вступил официально и послал ему тут все поправить, а вовсе не наоборот, не усугубить. Я сейчас говорю о другом. Удмуртский глава республики обвиняется в злоупотреблениях, связанных с дорогами. Свою компанию по, собственно говоря, занятию должности он начинал с объявления о том, что вот в дорожном хозяйстве будет наведен порядок. И даже была формулировка вот это сегодняшнее НЭПа, типа вот это наведение элементарного порядка. То есть, я не знаю, там одни эти же технологи работали, или это просто калька уже нынешних. Ну, в общем, там вот история такая. И это очень перепевается с лозунгами, с которыми пришел Игорь Владимирович. И поэтому, наверное, я думаю, что взят тайм-аут, наверное, на пересмотр главного лозунга. Я думаю, что этот слоган уже теперь будет тихонечко забыт. Так незаметно, потому что ассоциации не очень приятные. Вот, это раз. А во-вторых, там у тебя вопрос-то был предварительно по поводу изменений в пресс-службе, да? Ну да, мы все знаем, что теперь коммуникациями в правительстве занимается Яна Юрьевна Страузова, ну, по крайней мере, главная по коммуникациям со СМИ. И вопрос мой был отчасти как раз о том, заметила ли ты какую-то перемену с приходом Яны Юрьевны. Я перемену заметила. Какую? Я заметила некоторую тишину. Вот это бесконечное хлопанье крыльями, оно как-то закончилось. И это хорошо. Почему? Потому что Яна вообще, мягко говоря, очень не глупа. Ну, вот на самом деле, там, человек очень адекватный. Я сейчас не буду, там, рассуждать про ее, там, методы работы, и, там, я близко с ними не знакома, мы особо не работали никогда. Но она человек адекватный, она вот, да, понимает, что происходит. И надо понимать, что на сегодняшний день вот эти вот истории про то, что, а мы сейчас побежим, здесь все построим, а потом побежим туда и здесь все починим, а потом мы взлетим и вместе с вами окажемся, в общем, в этих райских кущах, они уже не работают. Вот народ хочет каких-то дел. Вот сейчас пиар-компания должна состоять из дел. И я думаю, что они просто выжидают, это будут какие-то реальные, может быть, поступки, которые уже будут освещать. Но вот сейчас некоторая тишина, может быть, она вообще логичная вот в этой, да, ситуации, когда, ну, типа, человек занялся работой. Вот, попиарился, сколько-то познакомился, это же важно, да, вот в начале каком, как-то заявить о себе. Ну, и потом, я думаю, что они видят ведь обратную реакцию, там, не дураки вообще ни разу, там, политехнологи работают нормально. Они же видят реакцию на эти вот какие-то просто публичные заявления, которые такие вот, ну, вот пиар-акции, да, которые... То есть ты считаешь, что они все-таки учитывают реакцию на... Я думаю, да. Нет, я думаю, что безусловно. Им нужен результат, и они вообще ни разу не дураки, там, если говорить вот о тех, кто там сегодня, а не о тех, кто там был вчера. Ну, хорошо. Пока затишье, ты заметила. А как же появление губернаторской газеты? У нас весь город обклеен наружкой, эта газета уже выходит. Там печатаются статьи, в которых, там, прочитав которые, ты понимаешь, что мы вообще живем в прекрасном городе. Достижения, там, Игоря Владимировича, Игоря Владимировича, рецепты свекольной игры и так далее. Ну, в общем... Денег нет, но выдержите. Свекольная игра, да, это сильно. Значит, ну, во-первых, газеты я не видела, поэтому говорить что-то о ней... Нет, я тебя не прошу оценить саму газету, а факт ее появления. Понятно, что это некая предвыборная технология. Она из вчерашнего дня или она действительно нужна сейчас и до какой-то части аудитории по-другому не достучаться? Не достучаться до той части аудитории, которая живет в Вересниках, сейчас будет затоплена и просто не уйдет из дома, и поэтому им нужно отнести на дом газету, безусловно, но их этим не обмануть, потому что то части населения, которое хочет выйти, не может. Им вот эта газета не расскажет о том, как у нас все хорошо, понимаешь, да? Вот. А тем, кто закрыт, это вот бабушки-старушки, да, которые не выходят, ну, я бы на них рассчитывать уже не стала. Они уже могут до предвыборных участков не дойти. Ну, вот, просто по-физически. То есть вот та часть населения, которая шла на выборы всегда и голосовала всегда так, как надо голосовать, да? Ну, так как вот, собственно, посыл какой власть дает, и так она реагирует правильно. Вот слышит и понимает, понимаешь? Вот ее становится все меньше. Это прям вот поколение, которое взрослеет, стареет и не умирает пока, но приходит в некоторое оцепенение. Вот я бы так сказала. Ну, то есть там людям уже просто тяжело даже куда-то пойти там, вот, да? Вот. Поэтому, ну, вот, мне кажется, что им надо ориентироваться на помоложе, уже начинать, уже понимать это. Недавнешние заявления чего-то там быкового про презервативы, она вот из этой оперы, насколько я понимаю. Ну, что касается самой газеты, я не думаю, что это газета-газета. Я думаю, что это история про то, что нужно повесить уже сейчас, когда предвыборка еще не началась. Нужно повесить портреты будущего губернатора и написать, что он губернатор. Прямо этого сделать нельзя по закону. А вот написать губернаторской газетой и повесить портрет временно исполняющего обязанности губернатора, это проходит по этим, видимо, законам, так я понимаю. И это вот про это. Это когда нельзя рекламировать водку, и поэтому мы рекламируем чистейшую, как капля с брендом какой-то водки, рекламируем воду этого же производителя. Здесь примерно та же история, это абсолютно понятный рекламный ход, он никакой там не новость никакая. И я думаю, что газета здесь не сильно. Причем, потому что, еще раз повторю, возможно, вообще надо сказать, что там вот, исходя еще из того, какая ситуация сложилась изначально в пресс-службе правительства, там как-то слишком много значения придают газетам. Они вот как-то не хотят понять, что вот эта вот та часть аудитории, которая эту газету читает, ее вот мало уже теперь. Ну вот мне так кажется. Поэтому, возможно, что они и рассчитывают, что в будущем она что-то и будет делать. Но, еще раз повторюсь, на мой взгляд, сейчас это просто история про то, что, а, надо пойти на выборы, у нас состоятся губернаторские выборы, а губернатор, вот он уже висит на всех, собственно говоря, столбах. И запомните это лицо, если кто вдруг не помнит. Лена, вот ты сама сказала, что часть электората, которая вот из Советского Союза, да, которая как раз очень ответственно приходила на предвыборные участки в 8 утра и голосовала как нужно, она уже не совсем часть электората, да? А кто же основной? Какая аудитория? Слушай, ну я специально, конечно, вот не изучала этот вопрос, если честно, потому что я не нанятая. Вот я не нанятая, и у меня пока нет задачи понять. Потому что я полагаю, что ситуация серьезно разнится по регионам, невзирая ни на что. Но я бы не стала сбрасывать со счетов сегодняшних 30-35-летних, им дальше жить, им уже есть что терять, в отличие от совсем вот молодых людей, которым 18, 17, 19, 20, которые еще такие безбашние, да, им весело вообще чего-нибудь. Вот, а люди там, условно, начиная лет с 28-29, на мой взгляд, они, ну это логика просто, да, а им уже есть чего терять, у них уже есть семьи, дети, у них есть какая-то работа, у них есть какие-то перспективы в бизнесе или в карьере, или, по крайней мере, они о них мечтают и думают, да, и им не все равно, ну вот. И я бы, в общем, ну вот с ними будет сложнее, чем с 70-летними, это понятно. А видишь ли ты какой-то содержательный посыл сейчас? Нет. Ну вот кроме наведения элементарного порядка и за мной Путин. Нет, я не вижу пока. Ну, возможно... Но ждешь его. Нет, я вообще ничего не жду, у меня совершенно фиолетово... Нет, давай так, ну, а ты ждешь? Слушай, прости, прости. Ты знаешь, если честно, да, я жду, чтобы наш губернатор сформулировал, по крайней мере, это. Я не назвала бы себя там каким-то протестным электоратом, но я хочу содержание. Это то, о чем я говорю сейчас. Ему надо вот к тебе обратиться, понимаешь? А он не обратился еще, потому что, наверное, не есть чем пока. Ну вот, давай посмотрим наши проблемные, как бы, да, точки, которые существуют. Медицина по поводу которой там все опять не станет, она лучше, понимаешь? У нас кто рано встает, тут бабушка встает в поликлинику. Ну, понимаешь, это вообще, я смотрю на этот ужас. Я два раза за свою жизнь заходила в поликлинику, я не хочу туда. Я не хочу, хотя я плачу эти взносы, как все, понимаешь? Я думаю, какие-то дикие отчисления вот с нас со всех берут. У нас фонд обязательного медицинского страхования составляет сумму большую, по-моему, насколько я помню, чем бюджет города Кирова. Можете представить, вот это вот все тратит, куда оно уходит, если я не могу попасть на прием к доктору, если я не могу ребенка на прием к доктору привезти, если я в итоге все равно плачу в платную клинику и веду ребенка туда. Какого вот, извините, рожна я плачу эти страховые взносы? За кого? Почему? Ну, то есть меня просто тупо обирают и куда-то эти деньги девают. Потому что бабушки-то тоже жалуются, они-то готовы лечиться каждый день, но и они жалуются, они эти взносы, заметим, не платят. Ну вот, собственно, да. И понятно, что людям нужна эта медицинская помощь, и понятно, что она продолжает быть нужна жизненно, и народ там чего-то. Но вот пока я не вижу. Это одна тема, да. То есть, ну, здесь совет один, не болейте. Ну, вы просто будьте здоровы и все. Ну, вот это нормальное как бы, да. Нужно там правильно относиться к своему здоровью, там, не знаю, заниматься профилактикой, спортом, кто чем хочет, там. Желательно не болеть. Это первая часть проблемы. Вторая часть – это вот там, ну, на сегодня, если самые видимые, эти дороги. Ну и что делается? Вот что делается-то? Вот этот миллиард, который все обсудили, ну, извините, там 600 миллионов, сколько я понимаю, это же путепровод, который изначально был запланированный. И еще прибил их. Ну, да. Ну, то есть, это все. Там была остановка с финансированием, причем она была связана с внутренними отношениями хозяев компании там с Кремлем. И сейчас конфликт исчерпан, и стройки везде продолжаются, включая Керченский мост, да. И это все из одной серии, там все в порядке, и денег нам дали. Ну, и что? Вот. Ну, где дорог-то вот не будет, скорее всего. То есть, вот эти вот сейчас истории, которые мы слышим про обсуждение, там, юристы подают в суд на дорожников, там, при чем здесь дорожники? Там, по-моему, еще с торгами, ну, так скажем, очень долго провозились. С торгами возятся каждый год эта история. Но вообще все претензии должны быть предъявлены не дорожникам, а заказчикам. Есть заказчик. Это дирекция дорожного хозяйства по городу. И это, насколько я понимаю, там, дорожный комитет по области. Это люди, которые придумывают, чего они хотят получить. А дорожники, чтобы выиграть тендер, должны мало того, что денег заплатить и вложиться там в материалы и в технику, так еще и, значит, там, унести все эти гарантийные взносы и соблюсти все эти условия, понимаешь? То есть, если чего-то кому не нравится, то вопросы нужно задавать. А задача какая у заказчика? У заказчика задача всех успокоить. Вот отсюда мы видим вот этот вот ямочный ремонт, и отсюда мы видим вот эти вот непонятные ремонты, потому что никто же не переделывает полотно дороги, никто там дорожную подушку не ремонтирует. Просто срезают, в лучшем случае срезают старый слой асфальта и кладут новый. В худшем случае и старый не срезают, а кладут новый поверх. А конструкция-то дороги уже, ну, она сломана, ремонтировать-то надо ее. И что происходит дальше? Дальше происходят, то есть дорожники, если вы поговорите с дорожниками без микрофона, как я вот это делала, например, да, там с людьми, которые вот сегодня строят, сегодня ремонтируют, сегодня там хотят сделать хорошо. Их немало, называть не буду, но они все сходятся в одном, что ремонтировать нужно не так. Нужно, но это не так, стоит дороже. Я говорю, то есть нам не разрешать, что ли, федерации строить дороже? Они говорят, нет, пожалуйста, просто софинансирование будет другим. Бюджету придется доплатить там не 5%, а 50%. То есть вот есть цена, условно говоря, 1200 за квадрат, да? Ну, пожалуйста, строите за 2,5, только остальные там 1200-1300 добавьте из своих. Никто же не хочет. Всем же надо удовлетворить посыл избирателей, да, на тем, вот мы орем, дорог-то нет, сделайте нам дороги. Ну и нужно сделать, можно сделать там, словно говоря, 20 улиц, а можно 55, на 55-то же круче. Ну и вот, а потом мы говорим, а почему у нас дорога провалилась? Потому что. Потому что и снова нужно делать, и снова, в общем. Ну, и я не хочу сказать, что они там неправы совершенно, потому что, ну, а как ездить вот поэтому? И если не хватает на все, да? То есть вот. У тебя, кстати, нет ощущения, что так плохо, как в этом году с дорогами, не было уже очень давно? А, мы уже обсуждали это 300 раз. У меня есть такое ощущение. Я вот прям... Есть ведь одни и те же улицы, по которым ты ездишь, да, и ты можешь их сравнивать. Возможно, там где-то в другой части города ты думаешь, что-то поменялось, но вот я у себя вижу, что, ну, все ужасно. Прям все очень тяжело. У нас, правда, там еще стройка, поэтому... Ну, в общем, плохо все. Я на этом предлагаю уйти на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Елена Шмолевич. Сейчас на короткую рекламу мы уходим, и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm. Особое мнение Елены Шмолевич, главного редактора информационно-аналитических программ телеканала «Ранкиров». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Лена, хотела с тобой вот еще о чем поговорить. Оппозиционные СМИ, к которым я отношусь сейчас в портал наблюдатель.ру, пишут в последнее время о том, что наметился некий раскол между Владимиром Быковым и Игорем Васильевым. В той части, что команда в Рио пытается неким образом Быкова как бы дискредитировать. Вот я, например, что хочу привести. Недавно вышел материал Елены Овчинниковой о том, что Быков лично согласовывал зарплату директору хоккейного клуба «Родина» Владимиру Заболоцкому, которого назвали уже неэффективным управленцем. И это такой легкий наезд на Быкова. Мол, вот посмотрите, как он себя вел. Юль, вот Владимир Васильевич, Быков достаточно долго был у власти в городе. И достаточно много чего он поделал. И плохого, и хорошего, и всякого разного, и с разной оценкой. Ну вот, для того, чтобы его дискредитировать, не надо рассказывать про зарплату какого-то там менеджера, там, какой-то спортивный клуба. Смешно вообще, просто, понимаешь? То есть, это то же самое, когда говорят, там, Лопаткину подкинули 5 граммов кокса, его подставили. Его не надо подставлять, он подставился уже со всех сторон. Если бы кому-то надо было его взять здесь, то его бы взяли, потому что там есть за что. Ну, условно говоря, можно поискать и найти нарушение при желании. Я занималась этой темой, тем, как он получал разрешение на строительство. Ну, наверное, на каждого более или менее видного человека, там, где нужно, есть папочка. Мы понимаем, что папочка есть, мы понимаем, что можно поискать и эту папочку наполнить вот до краев. И мы понимаем, что в случае с Быковым, например, эту папочку даже и, ну, пополнять не надо. Ну, вот, чтобы дискредитировать. Мы сейчас не говорим про предъявить объединение, да? А вот дискредитировать. Например, парка Победы достаточно, вот я считаю, да? Ну, по-честному. Какая зарплата, кого? Ну, где тут дискредитация? Я не знаю, какие там оппозиционные СМИ что пишут, о чём они вообще разговаривают. Я думаю, что это вот поднять какой-то шум, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Вот из этого выйдет, я не знаю, мне кажется, что ничего не выйдет, потому что в данном случае здесь всем выгодно изобразить некий, даже не конфликт, наверное, некий сепаратизм, я бы сказала, да? То есть вот просто чуть-чуть отделиться, чуть-чуть отстраниться и чуть-чуть вот как-то дистанцироваться, да? Вот это здесь выгодно и тому, и другому. Ну, по крайней мере. Да, а что? А что? Я считаю, да. Изобразить это. А вот на самом деле так ли это, я не знаю. То есть ты считаешь, что между Быковым и Васильевым по-прежнему мир, любовь и сотрудничество? Давай начнём с того, что они не муж и жена, для того, чтобы у них были мир, любовь и сотрудничество. Хорошо, взаимопонимание. И мы не знаем, было ли оно изначально, да? Ну, то, что ситуация вот не... Ну, давай так, я же... Хорошо, то есть попыток дискредитации Быкова со стороны команды в Рио Васильева нет? Может быть, они и есть, но я не думаю, что на основании заявлений там оппозиционной газеты можно об этом судить. Вот в чём дело. У меня недостаточной информации. Это вполне себе может быть, но я логики в этом не вижу. Я тебе сейчас говорю о том, что я не сижу в их кабинете, я не вижу и не наблюдаю каждый день общения Игоря Владимировича и Владимира Васильевича, и на этом основании выводов делать не могу. Но я тем более не буду делать выводов на основании того, что пишет там одна из газет, даже пусть и уважаемые. Нет, подожди, а в информационном поле, вот как ты считаешь? А где? Не выглядит ли Васильев как-то лучше, пардон, не выглядит ли Быков лучше Васильева в инфополе? То есть не больше ли его там? Нет, нет, не больше его там, и я не вижу, чтобы он лучше выглядел, и вообще не вижу никаких, нет. Ну, может быть, он рассматривается как запасной вариант. Что ты хочешь, о чём-то сказать? Что вот на сегодняшний день ещё не принято решение о том, что там, условно говоря, партия власти или президент или Кремль будут поддерживать в Рио на выборах. Нет, я думаю, что это решение уже давно принято. Тогда она не будет распариваться членами «Единой России», с какими бомбициями они не были. Ну вот, там есть партийные дисциплины, её никто не отменял. Вот если где-то по дороге там кто-нибудь споткнётся, то тогда там иметь, допустим, какой-то запасной вариант и запасную кандидатуру, ну, там уж посмотрим, но пока что... Ну вот. Нет, оно возможно. То есть вот этот запасной вариант, который там прорабатывается, он, возможно, он не делал, они бы не делали это настолько явно. То есть они думают, что тут... А открытая конфронтация, ещё раз подчеркну, здесь быть не может накануне выборов, партия власти понимает, где какая задача там стоит. У нас накануне был депутат городской думы Алексей Кузьмин, и моя коллега Анна Лапшина разговаривала с ним в том числе про хоккейную команду «Родина». Вот про эту историю о том, что хоккейному клубу дали займ гор-электросети, которые муп 21 миллион рублей, а сейчас это 21 миллион, городской бюджет гасит гор-электросетям за хоккейную команду «Родина». И это справедливо, по твоему мнению? Нет, конечно. Конечно нет. Я вообще считаю, что вся эта изначальная эйфория по поводу «Родины», но если такая чудесная команда, то по идее она должна зарабатывать деньги. Если она не зарабатывает деньги, то, наверное, да, поддержка спорта вообще и спорта любимого многими кировчанами, она, наверное, правильна. Но не за счет всех остальных. Давайте посчитаем тех, кто не смотрит матчи «Родина», тех, кому не плевать на успехи «Родина». Таких ведь много? Ну вот. Их сильно больше, чем тех, кого это заботит. Ну, поэтому давайте. Или здесь должна быть какая-то, не знаю, структурная равновесие. Я думаю, что у нас куча проблем более важных. Ну, это ведь, да, часть тоже пиар-компании какой-то предвыборной. Почему-то Игорь Васильев когда пришел, видимо, кто-то ему объяснил, что это очень важно. Ну, я не знаю, оно может быть и важно. Я вот просто не считала в количественном соотношении этих людей. И что-то мне подсказывает, что это не те люди, которые ходят на выбор так между телом. То есть вот рассматривать это как… Может быть, это история про такое некое поднятие патриотического духа. Я имею в виду сейчас патриотизм по отношению к малой родине, да? То есть может быть, да? Вот у нас, к сожалению, нет каких-то вдохновляющих общих дел, да? Которыми бы мы там… Ну, вот как, например, «Победа для российского народа» там вот какое-то время про это не помнили и не говорили, а потом эту тему стали эксплуатировать. В том числе не только в память о погибших и о том, что там пережил народ наш, но и для того, чтобы как-то объединить вот в этом едином порыве отсюда георгиевские ленточки, отсюда все эти надписи там на машинах «Спасибо деду за победу», да? Это вот такое… Есть чем гордиться, типа, да? Хоть это было очень давно. И то есть хоккейная команда «Родина» это такой же момент нашего кирского патриотизма? К сожалению, конечно, нет, но другого у нас нет, я так понимаю. Ну вот смотри, меня во всей этой истории возмущает, что я очень хорошо отношусь к хоккейной команде «Родина» и могу себя назвать, если не болельщиком, то сочувствующим. Но меня возмущает то, что 21 миллион из городского бюджета берут и переводят на нужды хоккейной команды. Откуда забрали эти деньги? Из какой статьи? Что срезали? Социалку, детский спорт? Нам постоянно говорят, что в бюджете денег нет, в бюджете денег нет. Вот это мы режем, вот эти расходы режем, эти режем. И вдруг, уничтожив сумняшись, 21 миллион нашелся и выяснилось, что это не такая большая сумма для городского бюджета, вполне можем себе это позволить. Ну, я так полагаю, что какие-то там внутренние расчеты, все-таки, там, горлик от России с муниципалитетом это все-таки муниципальные предприятия. Ну, вообще, я согласна, мы с тобой обсудили, что это не очень красиво. Ну, вот, я бы на месте, конечно, уже команды «Родина» уже тоже бы как-то, вот, ну, приняла участие вообще во всех этих обсуждениях, и почему не провести какой-то опрос, там, допустим, жителей города, а сколько вы готовы помочь. А может быть, там, я не знаю, денег собрать с тех, кому не безразлична Родина, вот, даже не с предпринимателей в каком-то приказном порядке, да, что вы обязаны поддержать, может, этот предприниматель хочет поддержать, не знаю, там, детские шашки, детские шашки, понимаешь, а вовсе не взрослую Родину, вот, может быть, пусть люди, я не знаю, там, может быть, акционировать, ему надо подумать об этом, да, может быть, кто-то захочет поддержать любимую команду, там, купить эти акции, там, и во всем мире это бизнес, почему мы-то все время вообще закрадывается какое-то ощущение, что где-то там что-то отмывается, потому что ровно потому, что, ну, а зачем такая штука, которая вообще не то чтобы не окупается, но даже она и не может там сколько-то продержаться на плаву самостоятельно, ну, ребят, это не инвалиды все-таки, которых надо поддерживать пандусами и колясками, ну, вот, все-таки. То есть спасать любой ценой не нужно, по-твоему, в моем понимании, нет. Хорошо, три минуты у нас с тобой осталось до конца эфира. к сожалению, быстро очень заканчиваются наши программы. Давай очень коротко поговорим про задержание Лопаткина. Задержали его в Москве, когда он возвращался с курорта с пятью граммами кокаина. Кокаина, да. То есть считаешь ли ты, что это какая-то некая подстава? Я не считаю, что это подстава. Почему? Я уже объяснила, потому что если его подставлять, то, ну, с какой целью, да, то есть давай... А может быть получить показания на кого-то из его прошлых начальников, на белых, на буковых? Я думаю, что получить показания от него можно по-разному, а потом сейчас уже, ну и что, ну получили показания, а дальше что? Ну это крупный размер, а самое печальное, что этот крупный размер перевезен через границу, то есть по идее это уже квалификация по другой статье, это статья контрабанды, и там уже нет таких сладких моментов, как если ты кого-то сдал, там типа сдай двух друзей и получи скидку, ну вот это я не знаю, по крайней мере, а по статье хранения и привозка и употребления наркотиков такой момент есть, он прям официально в уголовном кодексе присутствует, то есть если человек сотрудничает со следствием, если он помог, прям вот так прям сформулировано, что он должен помочь раскрыть какое-то там другое преступление, здесь я не думаю, что он чего-то там может вот, ну, еще раз повторю, подставить его можно было по-другому, очень много там всякого разного бизнеса у него находится в области и в городе и не везде чисто получено там разрешение на строительство и везде, но мне кажется, что если бы он был кому-то нужен, я думаю, нет, у него здесь как раз все очень ровно и хорошо, по моим ощущениям. Ударит ли это по имиджу партии власти? Ну, я не знаю, можно было бы сказать, конечно, что такое может случиться в любой партии, но я все-таки бы остереглась так говорить, потому что это все-таки штука дорогая и она, ну, да, я не хочу сказать, что единоросс там и равно вот там какие-то плохие люди, просто среди них больше богатых людей, а эта штука доступна только очень богатым людям, вот и все. Поэтому, ну, я не думаю, что это как-то распространится, это не заразная болезнь, мы понимаем, что там один человек это не знает, что вся партия тут нюхает и курит, вот, скорее, это про другое, это скорее про то, что нужно как-то себя поддерживать, нужно находить какие-то новые удовольствия, нужно себя мотивировать на зарабатывание новых денег и на какое-то улучшение еще качества жизни, которая и так достаточно хороша. Это вопрос не партийный, наверное. Закончилось у нас, к сожалению, с тобой на этом время, не успели поговорить о твоих хороших новостях, тогда просто порекомендую посмотреть новую серию проекта на портале newsler.ru Я думаю, что очень многие получат истинное удовольствие от просмотра. Спасибо тебе за эфир. Спасибо всем, хорошего вас. Это особое мнение Елены Шмулевич, главного редактора информационно-аналитических программ телеканала Ренкиров. Спасибо. Спасибо, до свидания.